В следующем году или через 5 лет? В 19-м году в Корее. Да, в Корее. Вот к 12-му году, в компании 12-му... К 12-му году надо... В Милан в 15-м году. Да, или простите, в Милан в 15-м году. Вот к 15-му году надо четко подготовиться. Во-первых, дать хороший образ будущего. Того самого будущего, которое открывается за капитализмом. Давайте всенародно его обсудим. Когда, извините, Сталин устраивал высадку на Северное поле в 1937 году, он инициировал в газете «Правда» широкую компанию. Как высаживаться? Парашютным способом? На автожире, героплане? Или на посадочном способом? Даже фантастические повести летчики писали. Вырабатывался некий образ этой будущей экспедиции. Безусловно, надо шире использовать погружение в виртуальную реальность. Есть отечественные технологии дешевой виртуальной реальности, интерактивной. Это не просто стереокино, 3D-кино. Это путешествие по этому миру. Вот 3D-лига занимается очень хорошей компанией. Я сам путешествовал по этим мирам, я знаю. Надо больше представлять макетов. Как делал Советский Союз, может быть, на новом техническом уровне. И обязательно делать не один павильон. Обязательно павильоны должны быть, как у Китая, парочка, а то и троечка. Чтобы они были и в страновой части, и в корпоративной части. Потому что то, что я видел, к сожалению, на первом этаже российского павильона, ну, есть, ну, пустовато это все. Ну, Росатом представлен слабовато. Честно говоря, очень резануло. Атомный ледокол на фоне пингвинов. Очень резануло глаз. Я не сразу заметил это. Атомный ледокол на фоне пингвинов. Атомный ледокол, ну, правда, там еще рядом картинка плавучая эс. Все-таки больше вот таких ляпов не допускать. Города будущего показывать не на стенке нарисованной, а погружать зрителей туда. Более того, представить свою версию истории и свою версию будущего. Поляки представили восьмиминутный фильм. Они нас там облили грязью полностью своей историей. Вы представляете, какими монстрами они нас там изобразили? Нам надо сделать то же самое. Больше использовать фильмы и панорамных фильмов. И, может быть, сделать еще, не знаю, не только путешествие внутренних мер, но еще и на крыше развернуть композицию. А, может быть, использовать приемы, кстати, Саудовской Аравии, которые, не имея ничего, кроме песка, верблюдов, вышек, и паломников вокруг Кааба бегающего, сделали хорошую иллюзорию. Кстати говоря, с приемами нейроангалистического программирования. Ты едешь там по эскалатору медленному и принудительно впитываешь эти впечатления. То есть, на самом деле, давайте к этой компании. Не надо сейчас искать виноватых, кто там не знает, шайку нашел, не так, павильон посылал. Все, выставка кончается. Давайте извлечем уроки. Сейчас вот раскроем этот ребус. И все-таки попробуем к следующей выставке выступить еще недостойно. Шансы у нас есть. Можно показать мир будущего, города будущего, общество будущего. Причем сделать это в целостном виде. Может быть, даже сильнее, чем Китай. Чем Китай. И еще, они все очень гордятся своей природой. Они все пытаются показать у нас очень хорошую природу. Давайте все-таки, если мы покажем свою природу очень хорошо, мы забьем всех, на самом деле. Если совместим это с образом будущего. И последнее. Надо выбиваться из общего строя. Вот если наш павильон был в форме подводной лодки сделан, или звездолета на старте. Нет, не надо на той же глубине. Просто сверкающая, устремленная ввысь на фоне всего остального. И на фоне всеобщей депрессии, у нас был бы не третий павильон, но второй, как минимум, был бы при посещаемости. Товарищ генерал, не перебивайте. То есть, надо выбиться из общего тренда, надо заглянуть в будущее, а не идти в общем стадии. Извините за несколько путанное выступление, но за 7 минут трудно изложить толк, о чем можешь говорить 2 часа. Там очень плотное впечатление. Спасибо. Спасибо, тем более, что выступление для УС 13 минут, а не 7. Толь четвертая, снижая, 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 снижая. Нет, нет, очень хорошо. Спасибо. Теперь я хотел попросить выступить Валерия Феликсовича Мунирова, «Война образов». Пожалуйста, ну, давайте 7 минут, да? Хорошо. Вот, беседуя со многими экспертами, которые побывали на выставке, отмечался всегда один и тот же момент, что ожидания от Экспо не совпали с увиденными. В чем это проявилось? Все, кто ехал на выставку, ожидали увидеть, ну, какие-то образцы достижений науки, техники, что-то вот в этом роде, да? А увидели совершенно иное. Увидели архитектурные формы, увидели фильмы анимационные, художественные, скульптуры. Это все то, что называется художественный образ. И в этом нет ничего удивительного. Шанхайская выставка продемонстрировала однозначно. Эпоха индустриального мира закончилась. И то, что было понятно и допустимо на выставках 30-х годов, да, то сегодня это уже не работает. В постиндустриальном мире главным конкурентным преимуществом являются образы. Образы будущего человечества. Образы взаимоотношений в обществе. Образы взаимоотношений в государстве. И образы взаимоотношений между цивилизациями. Почему, допустим, образ, а не философский или не научный трактат? Все очень просто. Образ напрямую, минуя рациональный, пытливый ум, апеллирует к сердцу, к душе. И сердце, откликаясь на образ, сразу же дает ответ, нравится или не нравится. Сердцу не надо объяснять. И возникает эмоция, воспламеняется страсть. Конечно, вот постиндустриальный мир, он не отменяет промышленное производство. То есть, так же, как вот буржуазные революции не отменили сельскохозяйственное производство, постиндустриальный мир не отменит промышленного производства. Но главной движущей силой, естественно, станут уже новые технологии, так называемые когнитивные технологии. И так же, как в 1945 году победители войны образов, войны смыслов сядут и договорятся о будущем мироустройстве. К этому надо быть готовым. Чтобы перейти вот к тому, что продемонстрировала Россия на Шанхайской выставке, ну, нужно с чем-то сравнить. И можно сравнить с несколькими павильонами. Первый, конечно, самый потрясающий и монументальный – это китайский павильон. Павильон Китая превосходит остальные павильоны в разы. В два, иногда даже в три раза. То есть, совершенно гигантское сооружение. Что китайцы показывают внутри? Конечно, вот тот фильм. Фильм несет такие две главные мысли, на мой взгляд. Это единение китайской нации вокруг своего государства. И вторая мысль – это героизация труда. То есть, героизация труда и сплочение нации. Вот главный посыл китайского павильона. Там можно много про него что рассказывать, но действительно, это вот та самая главная мысль, которая явно выпукла там, вот предъявлена. Что показали другие павильоны? На мой взгляд, самый такой эзотерический и сотворенный очень посвященными зодчими – это павильон США. Ну, во-первых, он выполнен в форме такого круглого танка нефтеналивного. А внутри, в трех разных кинозалах, показываются три фильма. Первый фильм – значит, американцы на трех экранах пытаются поздороваться, сказать ни хао по-китайски, значит, и здороваются с китайскими зрителями. Задача первого фильма – снять барьер чуждой цивилизации, снять барьер недоверия. И это всегда забавно, когда действительно кто-то с акцентом пытается поздороваться на нашем родном языке. Во втором кинозале три экрана, причем они такой неправильной формы, показывают политиков, простых людей, ну там, начиная от президента Барака Обамы, Хиллари Клинтон, которые говорят очень простую мысль. Америка – это страна оптимизма и страна инноваций. Но главное – оптимизма. И, во-первых, на втором плане обязательно присутствуют этнические китайцы, что показывают, как счастливы китайцы в Америке. И, во-вторых, само изображение скачет с одного экрана на другой. То есть на трех разных экранах показывают разные изображения, не так, как у китайцев. И взгляд автоматически, пытаясь поймать вот это изображение, фактически идет фрагментация сознания. Третий фильм, он действительно такой сакральный. Значит, в отличие от Максима, я увидел там достаточно много. Рассказывать, ну, лучше, конечно, увидеть. Я думаю, диски появятся, может быть, попозже у нас. Но, вот, кратко, смысл следующий. Каменный мешок двора, такого высотного здания, серый, унылый, тусклый. Девочка, девочка, американская девочка, подросток, выходит во двор и пытается его благоустроить, сажает красный цветок. Красный цветок, это архетип... Красный цвет, архетипичный цвет китайский, да? Сажает его, цветок растаптывает. Раз, два, три, подряд его растаптывают, да? На третий раз, когда уже, ну, действительно, девочку жалко, к ней присоединяется соседка, китаянка, явная китаянка, и сажает желтый цветок. Желтый цвет, тоже архетипичный цвет китайцев. И постепенно двор начинает помогать девочке. Третьим выходит, человек, я его определил, ну, с такой семитской наружностью, он сажает синий цветок. Синий цвет, вот инь-янь, это тоже архетипичный цвет китайцев, да? То есть, американцы очень четко действуют вот именно на этом подсознательном уровне, на уровне архетипичных кодов. Затем, ну, двор подключается, благоустраивают, есть там комичные моменты, вроде бы хэппи-энд, но дождь смывает все. Все, все, что они построили, смывают, но люди, которые объединились вокруг этого, они уже понимают, что делают, и по проекту девочки заново сажают клумбу, и последним вступает в дело, ну, там сидел такой на заднем плане очкарик, такой тщедушный, вроде считал газетку, но когда он газетку отодвигает, встает, это вот такой культурист, типа Шварценеггера, да, здоровый англосакс, который берет лом и сдвигает там какую-то бетонную глыбу. Все, двор зацветает, расцветает всеми красками, и видно, как сверху остальные дворы берут пример с него. По всей видимости, американцы несли вот этот смысл, в этом образе пытались продемонстрировать вот то, что они сейчас продвигают образ G2, как они видят с китайцами вот это вот совместное мироустройство. На фоне таких вот концептуальных заявок, конечно, ну, российский павильон, хотя архитектурно он выглядит снаружи вполне достойно, 12 башен, которые подсвечиваются, вечером это красиво, то есть снаружи он выглядит достойно, 12 сакральное число, а вот сама концепция павильона явно не дотягивает. То есть впечатление аватара, то есть действительно лилово-фиолетовые цвета, огромные цветы, сказочный мир, но впечатление такого аватара. И в чем здесь будущее образ России? Конечно, этот образ концептуально не дотягивает, хотя бы по отношению к предыдущим, про которые я говорил, и если Россия претендует на свою уникальную роль в новой мировой финансовой системе, о чем неоднократно уже говорилось, Россия претендует на свое какое-то будущее в политической системе. Естественно, мы просто обязаны в этой ситуации предложить свой образ будущего. И этот образ не просто нужно создать и предложить, его нужно изначально реализовать у себя, то есть продемонстрировать всему миру, как этот образ реализуется. то есть мы его должны воплотить у нас. И, кстати, об этом давно говорили люди, знающие махатмы, провидцы и так далее. Люди с Востока ждут этого, и в Китае, и в Индии, и в Иране об этом знают. И мы должны показать этот образ. Но мы этот образ будущего можем создать и реализовать у себя, опираясь только на новые социогуманитарные когнитивные технологии, а не на нао, не на нано, не на био и не на инфотехнологии. Опять же, пометуя о том, что промышленное производство никуда не уходит, и инфа, когно, инфа и нанотехнологии остаются, нашим прорывом будут когнитотехнологии новые социогуманитарные. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...